На фондовом рынке наступило ралли Санта Клауса. Что это такое, расскажу в этом выпуске курса дня. С вами Даниил Ардаутов. Здравствуйте. В предновогодние дни инвесторы замечают, что цены на акции тех или иных компаний растут. Первым эту закономерность подметил биржевой аналитик Ель Хирш еще в 1972 году. Проанализировав колебания индекса S&P 500, он зафиксировал, что в последние пять торговых дней уходящего года и первые несколько дней последующего цены на акции повышаются. Хирш прозвал этот период ралли Санта Клауса. С 1950 по 2020 годы оно проявлялось 57 раз и в среднем S&P 500 показывал рост на 1,3%. Одни считают, что ралли Санта Клауса связано с тем, что в праздничные дни инвесторы воодушевлены и они начинают больше покупать, вкладывают в акции свои годовые бонусы. Другие считают, что в этот период институциональные игроки уходят в отпуск, оставляя рынок в руках розничных инвесторов, которые, как правило, настроены более оптимистично. На какие акции стоит делать ставки в эти праздничные дни? Брокеры считают, что прибавить в цене могут бумаги таких гигантов, как Amazon и Meta. Также они выделяют акции компаний Apple, Walmart и American Express. Эксперты рекомендуют выбирать компании с прочными фундаментальными показателями. Нужно изучить их финансовую отчетность и выделить ключевые показатели эффективности. На фондовом рынке всегда лучше руководствоваться прагматичным подходом, даже если покупка происходит в преддверии нового года. У ралли Санта-Клауса не на 100% гарантированный эффект. Будьте готовы к возможной волатильности рынка. О событиях в нашей стране. Около 600 тысяч тенге в среднем зарабатывают вахтовики в Казахстане. Это подсчет аналитиков Headhunter, которые проанализировали около 13 тысяч вакансий на своей платформе. Активно работу по такому методу в Казахстане предлагают машинистам, инженерам, специалистам по фрезеровке и сварке, а также работникам, специализирующимся на сборке. Несмотря на то, что большинство вакансий вахтового формата приходится на категории специалистов добычи сырья и производственного персонала, в перечне также присутствуют предложения для поваров, охранников, нянь, программистов, медицинских работников и даже продавцов. Городами с самым большим количеством вахтовых предложений в 2023 году стали Караганда и Атерал. На высокой и средней зарплате вахтовиков также отражается рост высокооплачиваемых предложений работы за рубежом. Чаще всего они приходят из таких стран, как Англия, Нидерланды, Бельгия, Германия и Россия. И к другим темам. Около 300 тысяч казахстанцев в этом году интересовались своим кредитным рейтингом. В прошлом году по этому вопросу в ПКБ обращались 97 тысяч человек, а еще на год раньше в 10,5 раз меньше. В Первом кредитном бюро отмечают, что казахстанцы все чаще хотят оценить, как они будут выглядеть в глазах кредиторов. Кредитный рейтинг — это сервис, который в баллах показывает человеку его благонадежность, как платильщика для финансовых организаций. Чем выше показатель, тем лучше. Максимум — тысяча. Если уровень ниже 500, то заемщик в красной зоне. У него низкий рейтинг доверия перед банками. Средний уровень у тех, чей показатель находится в зоне от 500 до 650. Все, что выше — это зеленый уровень. Такой показатель у тех, кто обладает высокой кредитоспособностью и доверием финансовых организаций. Все ближе к главный праздник года. Многие покупают подарки для родных онлайн. Бесспорно, тут много преимуществ. Одно из главных — экономия времени. Но есть и недостатки. Это большой риск попасться на уловки мошенников. Если вы активный пользователь интернет-покупок, то для интернет-покупок лучше завести отдельную карту с определенным каким-то интернет-лимитом. После каждой транзакции покупок вход-выход вам лучше закрывать интернет-доступ. Это такая интернет-гигиена, интернет-безопасность во избежание утечки ваших денег. Перехожу к курсу валют, а это значит, что мой обзор подходит к концу. На экранах официальная стоимость валют. Отмечу, что в празднике на КАСЕМ не будет торгов. То же самое касается итогов торгов акциями. По последним данным можно посмотреть, какие компании завершают год в зеленой зоне, а кто в красной. Таким был завершающий в этом году обзор деловых новостей. С наступающим Новым годом! Пусть 2024 принесет всем нам только благое. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!